Вот там огонечек горит. Покажите зрителям, какие у нас рыбки получаются. 12 канал продолжает телевизионную акцию «Благотворим». Вдруг там сидит какой-то маленький талант, которого мы сегодня не знаем. Но вот мы ему поможем, а на самом деле вырастет Ван Гогом там. Судьбы воспитанников омских интернатов и детских домов. Папа был большой, курил, пил и просил меня и маму тоже. А когда к детям приезжаешь, они чувствуют, наверное, тоже, ну, какие-то родственные души. Человеческое участие и причины равнодушия. Причина. 20 век, думаю. Каждый в своих проблемах, в своей семье, не дальше. Благотворительная телевизионная акция. Общие итоги и личные впечатления. Доктор Живаго. Борис Пастернер. Первое время снег подтаивал изнутри. И вот чудо вышло наружу. Из-под сдвинувшейся снеговой пелены выбежала вода и заголосила. Почему ты выбрала главным символом кораблик? Ну, символ неспроста. Кораблик, как символ надежды. Пусть такой робкой надежды, но все-таки надежды, потому что бумажные. В воде было где разгуляться. Она летела вниз с ответствов, взмывая земли последние куски, пробитые черной ледяной броней. Вы создаете сказку для деток. Уже вижу счастье в их глазах. Спасибо организаторам. Это очень нужный проект. Спасибо за шанс, который вы даете деткам. Шанс творческого развития. А взрослым шанс личностного развития. Наш проект, он, может быть, он в какой-то степени рассказал о том, что дети-то вон какие творческие, хорошие. Вы только дайте возможность, вы только будьте с ними, приходите к ним. Наверное, больше вот этого общения, больше этого творчества детям в первую очередь и нужно. Про вот этот четвертый детский дом. Там картины рисуются маслом, там такие чудеса. Мы стояли, мы снимали эти картины, их действительно запросто на выставке. И там видно, что отношения, как они приходят. И с радостью туда приходят. Поэтому наша задача поддержать словом, поддержать любым вложением. Купили различные игры, поделки для того, чтобы дети могли творить. А ты веришь, отработав столько лет на телевидении, уже став главным режиссером, что телевидение, оно может менять общество? Вот ты знаешь, когда этот проект прошел, я подумала, я не зря работаю на телевидении. Может быть, это единственный проект, ради которого я сюда пришла. Если уж животные помогают друг другу, то мы, люди уж точно должны помогать и не оставаться равнодушными, милосердными. Это не так сложно и не так много времени для этого нужно. Очень много людей, которые хотят помочь, которые рады помочь, которые чувствуют необходимость, потребность. Просто они технологически не знают, как это осуществить, а телевидение рассказывает и призывает. А ведь когда этот проект зарождался, многие уверяли нас, что актуальность проведения телевизионных благотворительных акций в поддержку детей, лишенных родительской заботы, давно прошла. Воспитанники одеты и накормлены. Тем не менее, эта программа помогла найти сотни единомышленников. Среди них школьники и пенсионеры, педагоги и психологи, политики и бизнесмены, художники и актеры. Все те люди, которые поверили, не хлебом единым жив человек, не хлебом единым живет ребенок. Этим летом я рисовала по 8 часов в день. Я просто вставала, я бежала сюда и рисовала. Ребятишка. А что это такое? Ушивательный набор. Ушивательный. Ушивательный набор. Конечно. Нас объединяла мечта создать в детских домах и интернатах самых отдаленных районах области творческие мастерские. В течение почти трех месяцев мы искали тех, кто поможет купить столы для песочной анимации, мольберты, выжигательные приборы и сухие бассейны. Мы призывали амичей приносить в наши пункты приема кисти, краски, наборы для творчества и бисероплетения. Проводили еженедельные благотворительные ярмарки. Одни дарили товары хандмейт, другие их покупали, внося свою лепту в это общее доброе дело. В нашем мире очень много несправедливости, и порой надо эти весы как-то уравнивать. Дети – это будущее наше. Ради них стоит жить. У меня просто запало, что я могу и хочу помогать детям. Но я узнал про акцию, и, естественно, сразу же откликнулся. Опять же, у нас задача-то не стояла, чтобы сказать людям, что вот спасайте, срочно спасайте, кричите об этом, давайте спасать детей. Мы хотели просто вот в имеющемся уже месте, здесь, пусть в интернате, еще где-то на месте, помочь детям раскрываться. Он сидит, он раскрывается, он себе придумывает мир, он это воплощает. Это тоже такой мир, маленький мир. Это чистый мир, опять же. Мне хочется так верить. Первую мастерскую решили создать на севере региона, в четырех часах езды от Омска. В Большойковском интернате живет более ста детей. Сирот среди ребят мало. У большинства есть мамы и папы, лишенные родительских прав. Они, ну, как пили там, ну, как взрослые на это делают, ну, курили. А потом к нам взрослые приехали какие-то, нас усадили в машину, повезли в детский дом. Ну, родители, конечно, плакали там, ну, пили вот так вот. А потом, когда меня сюда привезли, и мне Мишка позвонил, он сказал, что, ну, родители, ну, это было, я не помню, во втором или в каком классе. И он сказал, что три года родители наши, ну, как умерли. Вот сразу, вот в один день как-то так получилось. Ну, и я плакала очень сильно. Именно встреча с этой чудной девочкой окончательно убедила нас в верности выбранного пути. Настя рассказала, что после того, как ее увезли из отчего дома, она долгое время не разговаривала, поэтому и попала в коррекционный интернат. Зато новая воспитанница много рисовала. Так и общалась с психологами и педагогами с помощью карандаша и листа бумаги. Вот и решайте, творчество – это увлечение или спасительное лекарство для этих неутомимых детей. Отдыхаю, стихотешок. Отдыхаю, рисую. Отдыхаю, естественно, люблю. Ну, это отдых, жизнь. Отдыхаешь ты. Откуда у тебя столько талантов? Как вот? Как откуда? Ну, руки есть. Делаю. Тихоньку. Пытаюсь все научиться сделать. Похожу более... Технологии какие-нибудь. Сейчас пробую. Жидкий фарфор. Отломаем кусочек. Если ты чуть раньше... Давайте уже Сергей впервые в жизни прикоснется к новому материалу. Потрогай. Так. Как на ощупь? Ну, почти как тесто соленое. Но оно только прилипает к пальцам чуть-чуть. Что для Сережи приготовили? Сереж, привет. Здравствуйте. Вся студия 12-го канала. Мы приветствуем вас на Селеном острове. Сереж, у меня для тебя подарок. Этот замечательный мольберт и этот холст. Ребята максимально индивидуальны, каждый из них. И каждый старается полностью всю свою энергию, весь свой характер выплеснуть в картины. На самом деле это замечательно. Чаще всего я у них учусь, чем они у меня в последнее время. Если я на этой картине остановился, я пока ее не закончу, я на другую не перейду. Алим Балкаров воспитанник Кировского, самого крупного в Омском регионе интерната. Долгие годы не мог ходить, а теперь, кажется, умеет летать. Для этого всего-то и нужны черная гелевая ручка, лист ватмана и немного акварели. Эти нехитрые вещи три года назад, когда он начал рисовать, позволили ему отпустить свою фантазию в дальнее странствие, к невиданным городам, морям и странам. Я бы ему вообще пожелал, как бы у него не складывалось в жизни, чтобы он это никогда не бросал. Вот скажи, Алим, какая мечта у тебя есть? Я знаю, я хочу подчеркнуть нам в художественную школу, но вот сейчас. И так хотелось, чтобы мечта Алима сбылась. Его педагоги в один голос уверяли, у мальчика сохранный интеллект. Но пока шла благотворительная акция, суровая действительность взяла своё. Алима перевели из детского учреждения во взрослый психоневрологический интернат. Началась совсем другая жизнь. Неравнодушные телезрители подарили нашему герою ноутбук, планшет, а дизайнер 12-го канала Наталья Терещенко стала обучать Алима компьютерной графике. Ведь мальчик хочет и может работать. Я впервые столкнулась с мальчиком, у которого ДЦП. И в процессе того, когда мы общались, я это перестала замечать вовсе. Вот это искренне, это честно. То есть когда он вставал, он очень медленно передвигался, но он передвигался. Вот только тогда я просто вот в каком-то таком странном ощущении вспоминала, что, боже мой, а что я вот прошу от мальчишки, который действительно, он-то оказывается и передвигается, и ему это сложно. Мы опускаем руку к самому столу низко-низко и попробуем нарисовать вот такие петельки. Есть терапевтический эффект, есть рисование песком, потому что, когда мы рисуем руками, не какими-то предметами, у нас развивается мелкая моторика, потому что мы пальчиками рисуем, кончиками пальчиков. Это массажный эффект. Речевой центр развивает. Межполушарные взаимодействия, потому что мы рисуем двумя руками. Да, я очень сильно хотел сюда ехать. Хотел посмотреть, как рисуют. Конечно, самому хотелось попробовать, но это все-то и мое желание исполнилось. Вторым способом, как мы с вами пробовали, только середину стола. Уголочки можно не засеивать. Доле этим слоем стараемся, чтобы много песка не было до стола. Безусловно, интересен стол для рисования песком. Интересно, у нас не было ни мольберта, ни такого бассейна для детей. Мне понравилось. Здесь конструктор есть, бассейн. Можно рисовать. А вообще зачем детям все это нужно? Чтоб ума больше было. Здесь можно мозаику собирать, красить. Три творческие мастерские из четырех, открытых в рамках телевизионной акции 12 канала, появились в районах коррекционных интернатов, в Больших Уках, в Павлоградском районе и Шарбакуле. Там, где они больше всего необходимы. Там, где они и вправду помогают совершиться чудесам. Ведь среди сирот подавляющее большинство детей с тяжелыми диагнозами и психологическими травмами. И порой лишь в творчестве они обретают счастье, находят себя. Я рисую зиму, но у меня падает снежинка, но у меня так не совсем получается. А где снежинка падает? Вот она. Мне удалось сделать браслет. Он тебе нравится? Да. На всем видео смотришь, когда мы смотрели, отсматривали, монтирули видео, как дети разбирали эти подарки. Причем, это же классно, они сразу же... Мне очень понравились воспитатели. Не так, что там так, это тебе, это тебе. Дети сами выбирали. Я хочу этим заниматься. Все. Я хочу вот этим заниматься. Все. Я буду выпиливать. Забрал эти досочки. Выжигатели там. Они сами же делили. Ну, я уже один раз сравнивал с завязшими цветками. И эти мастерские в буквальном смысле их раскрывают, раскрепощают. И вообще открывают совершенно невероятно талантливых, удивительных, и я не боюсь этого гениальных людей. Даша Коваленко ростом с шестилетнего ребенка. На самом деле ей уже 14. Не заметить эту девочку трудно. Здесь, в швейной мастерской Кировского интерната, она хозяйка и главная рукодельница. Для нее оборудовано специальное рабочее место. В день маленькая Даша может шить пять комплектов белья, брюки или несколько пар носков. Не чудо ли? Расскажи, Даша, вот что. Вот так. Пятка, так, дальше. В ноги. Ага, для пальчиков, да? Да, в резинке. Резинка. Ну, здорово. Кто носить будет? Это маленькие дети. Маленькие дети. В этом году у Даши произошли действительно сказочные перемены. Она стала не только героиней телеэфира, но и участницей региональных конкурсов и фестивалей. Научилась писать под диктовку. А ведь еще несколько лет назад не говорила и слова. Пример этой юной мастерицы заставил еще раз задуматься о том, что человеческие возможности безграничны. Границы устанавливаем лишь мы, сами. Мы были в школе художественной, в школе искусств. И прям по соседству, соседнее здание, это коррекционный интернат. И я спрашиваю в школе искусств, а мы, правда, из другого интерната привезли туда детей, спрашиваю, а вот из этого соседнего кто-нибудь к вам ходит? И оказалось, что никто. Я думаю, это не потому, что дети не хотят. Я так думаю. Я думаю, что дети, зная бы о вот той самой возможности, что туда можно ходить, они бы ходили. Это воспитание. Это больше воспитание, это больше, опять же, организация. Никто не подумал об этом. Да. Очень жаль. Очень жаль. Этому камушу 5 миллиардов лет. Он один из самых передних на Земле. Иди, попробуй. Держи крепко. Держи. Держи крепко. Это железо-никелевый метеорит. Почти полностью из металла. Я хочу быть космонавтом. Почему? Потому что мне нравится смотреть на звезды. Если я хочу, например, Марс нарисовать. Я беру красную. Ставлю точку. И делаю вот так. И может быть, это даст толчок им потом, где-то, гуляя по улице, посмотреть на звездное небо и увидеть ту же большую медведицу. Увидеть эту бездну. Когда вы видите бездну, у вас жизнь меняется. Потому что вы видите перспективу, куда идти. Мне вообще кажется, что, когда человек начинает творить, вот эта агрессия, вот эта неуверенность в себе, вот это понимание, что ты миру не нужен, оно растворяется в этом творчестве. Во-вторых, ты видишь результаты. И если тебе эти результаты нравятся, то твоя самооценка, твое душевное состояние, оно становится прекрасным. И ты понимаешь, что жизнь уже не такая вот фиговая штука, да, когда мир полон несправедливости. В детском доме живу четвертый месяц недавно. Ну, потому что у меня мама в другом городе, она начала пить, а папа живет с другой женщиной. И он как-то написал, как бы там нужна там семья своя и все. Некоторые моменты я не помню. Ну, просто мы попали, как бы плоховато жили, и братья там школу не посещали, там. Меня привезли сюда, значит, меня тут все встречали. И вот Елена Сергеевна, которая вот тут руководитель наш по бисероплетению, сразу меня на руки взяла. Ну, вот как-то привыкла я к ней, называю ее родной мамой, ну, считаю ее вообще мамой. А дальше происходят удивительные вещи уже. Здесь можно приготовить, во-первых, она поднимается до нужной толщины. Вот я вазочку. Я изнутри пальчиком выдавливаю. Вот. Вот получается вот такая вот вазочка у нас. Видите? И все, она вазочка готова. Вот и все. Ну, потрогайте, потрогайте. Почти ты, да? Ну, она плотненькая. Классненькая, да? Я явил свою маму только когда мне было два года. И вот через сколько месяц, 13 лет, через 13 лет явил свою маму. И, ну, она со мной не разговаривала, не хотела меня видеть. Я ей писала письмо, но она, видимо, забрала. Когда узнала, что, ну, это, большие маму элементы плази, ну, то, что, значит, получается, она меня любит. Ну, а сейчас хотела бы поговорить с ней. Многие считают, что журналисты, как хирурги, привыкают к чужой боли. Неправда. Привыкнуть к этим историям невозможно. Дети нередко рассказывали нам о самом сокровенном. И каждый раз эти исповеди поражали своей противоестественностью. Материнская любовь, отцовская забота. И как все человеческое может стать чуждым. Ты говорила, что большое впечатление на тебя оставила девочка из Артынского детского дома. Да, Валя, я помню, да, да. Мы как раз тоже поехали тогда в Большеречье. Экскурсия была в старине Сибирской. И я, честно говоря, как-то случайно на нее просто внимание обратила. Ну, потом я предложила, в общем, ей пойти. Почему на карусель со мной вместе она согласилась. Но я, честно говоря, не думала, что можно будет ее так разговаривать. Я планировала просто спросить у нее впечатление, в общем-то, о том, как по-поиски там все. Но там получился такой разговор. Она как начала рассказывать, как... Ну, родители у нее были им... И они несовершеннолетние тысячи были. И вот опять же мы возвращаемся к той же проблеме неблагополучных семей. Потому что эти родители, если их так можно назвать, но мы будем их так называть, они выгоняли ребенка, которому два года в трусиках зимой стоять. Потому что она им мешала, она просила у них есть. Ну, вот дом твой, он какой? Он деревянный, там беспорядок. Кровати сломаны, посуды нету. Папа был большой, курил, пил. И просил меня, и мама тоже. Она была меньше, я 16, а папу 19. Вот, вот там огонечек горит. Покажите зрителям, какие у нас рыбки получаются, да? Напоминаю, что ребята две недели назад сами сделали глиняных рыбок, да? И сейчас они их раскрашивают акриловыми красками. Вы когда-нибудь такими красками пользовались? Нет, у нас еще таких красок не было пока что-то. Более 800 детей, оставшихся без попечения родителей, живут в Омской области. Среди них мы нашли себе юных друзей. Действительно, почти всех знаем в лицо. Во время телевизионной акции благотворим мы вместе с ребятами и нашими экспертами. Вновь и вновь рассуждали, в чем причина страшной российской статистики. Почему большинство выпускников детских домов повторяют судьбу своих родителей? Плохие гены, принято говорить. Слышали и об этом, но отказываемся верить. Здравствуйте! На сегодняшний день мне 30 лет. Я владею своим бизнесом, достаточно успешный человек. И в то же самое время я воспитанница детского дома. На сегодняшний день у меня работа связана с творчеством. И изначально, я думаю, что все это прекрасно знают, когда рождается ребенок, неужели каждый из родителей думает, что он что-то плохое начнет делать, он будет каким-то плохим, там что-то еще нет. Так это эти дети такие же. Они ничего плохого никому не хотят. Они от того, что окружающие им делают зло, они, может быть, по-другому это просто и не знают, и не умеют. Музыка Музыка Да, я смотрел на области, что там в многих детских домах, интернатах там делали такие же комнаты, как и у нас. Сегодня сделали такие замечательные комнаты, много оборудованных нового. Музыка Паша, расскажи, часто вообще бываешь в теплицах? Музыка Очень часто ходим, поливаем сюда каждым утром. Один раз в день нам хватает всю теплицу. То есть ты здесь главный помощник? Да, левая рука. А правая? Или правая? А правая у нас есть Саша. Ага, понятно. Музыка В самом южном интернате Омской области, который находится практически на границе с Казахстаном, мы не только открыли творческую мастерскую. Именно здесь, заглянув в местную теплицу, кажется, ближе всего приблизились к ответу на тот злободневный вопрос. Почему после, уже во взрослой жизни, дети-сироты с таким трудом находят свое место, строят свое гнездо? Некоторые есть, которые выпустились, они хорошо у них все. Благоустройство, дом, все, земля. Некоторые. Мало, мало процентов. Больше процентов уходят и занимаются плохими делами. А в чем причина-то? Причина? 21 век, думаю. А дети хотят, чтобы стать крутыми. По вот это все. Крутые на улицах ходить. Это плохо. Мне вот напоминается-то. По улицам ходить. Ты такого простого счастья желаешь. Дом, семья, огород. Да, правильно. А может и вправду причина в нас с вами. Ведь у этих ребят нет альтернативы. Они живут теми ценностями, которые навязывает им наше общество. У каждого сотовый телефон с выходом в интернет, гламурный журнал на столе, бессмысленные песни в наушниках. И никто в это глянцевое время уже не мечтает просто возделать свой сад. И никто ни за кого не хочет нести ответственность. Мы не в ответе. Мы даже не хотим никого приручать. Пусть государство позаботится о наших детях. Да наших, потому что чужих действительно не бывает. Каждый в своих проблемах, в своей семье, не дальше. Высунуться куда-то, это уже нужно приложить какие-то усилия. Даже мы отвыкли помогать людям. Надежда Юрьевна, по-моему, мне рассказывала, что мальчику дали квартиру, все, и он прибегает, выпустился, все, они там посидели, чай попили, прибегает и говорит, в слезах буквально. Но она говорит, что случилось, что соскучился, ну или что? Он говорит, нет. Просто соседи вот так к нему отнеслись, говорили, ругались, говорили, что вот ты такой рассекой. Тебе квартиру дали, государство тебя обеспечило, кормило. Вот, поэтому, а ты еще ходишь там, ну учиться, тебе помогли устроиться, все, вот у меня дети, причем ничего мальчик никому не сделал такого. Поэтому дети потом ломаются? Да, конечно. А как? Если кругом мальчик заехал, он никому ничего не сделал. А его уже сказали, что у нее трое детей, и ей кормить нечего. Он виноват в этом? А можно сказать, что этот проект для тебя стал больше, чем проектом, больше, чем работы? У меня самой нет мамы, и я знаю, как это тяжело. Вот, и я знаю, что если бы не мой папа, не моя семья, не мой брат, я не знаю, каково было бы мне вообще одной в этом мире. Я поняла, что я папе никогда не говорила, что я его люблю. Молодцы, отлично. Хорошо? Превосходно. Это выглядит очень эстетично. Если честно, я даже не ожидала, что детки проявят такую фантазию, и они так подошли к процессу серьезно, настолько все аккуратно. Я считаю, обставится профессионально. Искусство. Искусство, да. Писать картины будут не все, а вот вырастив хорошую маму, должна каждая девочка. И это тоже искусство, которое невозможно постичь без любви. Поэтому, кроме художественных мастер-классов, для ребят провели и кулинарные. За приготовлением обедов вели наши девичьи разговоры о истинной женственности, о семье и, конечно, мужчинах. Ну, я не совсем согласна. Я считаю, что женщина лучше готова. Почему? Не знаю. Потому что для мужей, для детей, наверное, да? Да, потому что в нас это заложено. Я хотела, чтобы моя семья была самая счастливая. Вот. И ребенок не жил так, как я. То, что у него была мама и папа. Как птицы из всего строят гнезда, так и дети из всего мастерят себе куклу, писал знаменитый француз Виктор Гюго. А русские женщины испокон веков учили этому искусству своих малышей. Кукла – воплощение одного из самых очаровательных женских инстинктов. Первый ребенок – последняя кукла. Одну такую куклу, птицу счастья, после занятия в Сибирском культурном центре я нашла у себя в кармане. Дети, не знавшие материнской заботы, не только ждут любви, они готовы дарить ее с избытком. Объяснимо и то, почему те ребята, которые были оставлены еще в младенчестве, нуждаются хотя бы в воспоминаниях о родителях. Всегда хороших, всегда любимых. Они придумывают несуществующим мамам и папам имена. И даже удар по старинной ступке может отозваться колоколом в одной маленькой и в то же время такой большой душе. Я когда увидел колокольчики, я вспомнил о папе своем. Видите, она с каверной. Храм в Крутую Горку мы приехали по просьбе самих ребят. После знакомства в студии 12-го канала с бывшими воспитанниками Кировского интерната другие участники телевизионной акции с 10-го детского дома захотели побывать в гостях у Игоря и Димы и познакомиться с человеком, который два года назад так неожиданно стал их отцом. Они, как никто, продолжают оставаться детьми, хоть ему уже и по 20 лет будут исполняться. 19 лет это в году исполнилось. Где-то балуются, где-то еще что-то. Поэтому приходится с ними все равно по-серьезному разговаривать уже. Как с равными, как со здоровыми людьми, детьми. Живут они тоже в благоустроенной квартире, где нужно также и убираться, где-то даже и разогреть себе, покушать. Все это они управляются и делают сами. Молодой настоятель храма стал приезжать в Кировский интернат туда, где встретился с Игорем и Димой, прежде чем стал священником. Он и сейчас остается верным выбранному пути. Служит в детском доме и доме малюток. Отца Антония ребята спрашивали о земном, о быте церкви, о том, как успевает батюшка вести здесь хозяйство, ведь кроме Игоря и Димы есть у него и свои родные дети. Они говорили о возвышенном, умении прощать даже тех близких, которые когда-то оставили. О том, что если ты здоров физически, нужно не забывать о духовном здравии. А еще, что все в жизни нужно перетерпеть. И чудо обязательно случится. Воспитатель мужчины – это уже папа. Он всегда авторитет, и его нужно слушать. А воспитателей мужчины мало? А здесь у нас воспитатели только мамы. Поэтому, когда мы приезжаем к мужчинам, даже когда общение с мужчинами – это уже другое совсем. 501, 502, 503, 500, 504, 505, муку. Вижу дорогу тут, ну вообще прям красиво так. Только поворачивать трудно немножко. Здорово? Да. Когда началась акция, я старался брать своего сына. То есть сыну, ну тогда вот было 13, сейчас 14. Как раз за время этой акции я старался брать везде, ну вот по возможности, во все детские дома ему. Чтобы, во-первых, он посмотрел, как дети живут без родителей. Я-то это пытался даже, как, так сказать, в педагогических целях. А он, нет, ему больше хотелось вот что-то помогать, что-то, ну, ты знаешь, вот он на выставке пытался ездить, причем это вот он сам. Я ему пытался объяснить, что ты пойми, волонтер – это тот, кто бесплатно, кто стоит, тратит свое время на это. Ну, он ездил, ему нравилось. После того, как мы съездили в детский дом, я буквально летала, и вот ничем не передаваемо ей. Большое вам спасибо, что вы пригласили. Я говорила уже в сюжете, что у меня не было ни тени сомнений, ни минуты, ехать или нет. Конечно, ехать. К телевизионной акции мог присоединиться любой желающий благотворить словом и делом. Ой, ты просто выхлопилась. Третий месяц, да, практически пошел, что мы участвуем в ярмарке, участвуем в благотворительных мастер-классах, ездим в детские дома. Мы сегодня готовим мыло ручной работы. Костик у нас самый маленький, ему 4 годика. Костя, скажи, тебе понравилось делать мыло? Смотрела на девушек, на девочек, что вот у них такие прически. Ой, вот благодаря вам она у меня сейчас на голове. Пластилина, по-моему, было больше всего. Если собрать весь пластилин за акцию, мы, наверное, могли бы точно эфиревую башню забабахать. Сначала мы построили как бы бокс. Ну, две стеночки, и туда мы налепили пластилин, и это как бы было море. Режиссер командует, как это делать. Мы все мазнули, руки убрали. С этим мультфильмом вначале многие дети просто вообще не могли понять, что мы от них хотим. Выглядело как-то странно просто, что просто пластилина размазывали, и получилось море как бы. Когда мы им показали тот мультфильм, который они фактически сами сделали, я думаю, что дети, которые пряники раскашивали, наверное, позавидовали тем, которые мультфильм делали. Потому что свое они это увидели на большом экране. В телевизионной акции «Благотворим» приняли участие воспитанники всех детских домов области. Их 20 – от больших уков на севере до Павлоградки на юге. И в какой-то момент все организационные проблемы, которых мы так боялись в начале этого пути, стали решаться как бы сами собой. Лед действительно тронулся. Одни волонтеры бесплатно проводили мероприятия, другие покупали шары. Кто-то предлагал встретить ребят из районных детских домов и даже организовать для них обед. А кто-то сейчас обедает в ресторане. Есть у нас волонтеры и представители ресторанов и бизнеса, которым большое спасибо. Они просят не оглашать их имена, но мы их все-таки благодарим. Для ребят открывались театральные закулисья, художественные мастерские, музейные залы. Устраивались балы. За три месяца мы провели более 30 творческих встреч и праздников. Ну, зал большой, такой просторный. Здесь так свет красивый такой. Это впервые в моей жизни, конечно, было очень замечательно, очень здорово. Моя мечта сбылась. И быстро это все было, как бы даже не заметила время, как это все пролетело. Как бы уже все, конец. Не хочется отсюда уезжать. На самом деле смотрю вашу передачу и не могу сдержать с мастерой. Очень приятно, что есть такие люди, которые могут дарить детям добро. Света, вот смотри, как люди нуждаются в том, чтобы любить и дарить эту любовь миру. Именно поэтому они откликаются на эти акции. Именно поэтому они в них участвуют. Ведь в каждом из нас сидит вот этот добрый человек, желающий помочь другому. Мы каждый раз выходили в прямой эфир. Почему? А это настоящий отклик. Это та же реакция, вот как в театре. Актер говорит, и зал реагирует. И здесь, посредством этих звонков, мы тут же видели. И мы вместе переживали. И вместе переживали. А для ребят, как это важно, которые были здесь, что их судьба тоже вот не безразлична. А вы кем мечтаете быть? Модельером. Я стремлюсь к этому. То есть с творчеством хотите связать свою жизнь, это здорово. На самом деле в 12 лет уже, мне кажется, люди осознанно чего-то хотят. Если у нее это желание конкретное, то есть это как на грани мечты, да. И если у нее это желание не отпадет, то я думаю, что она придет к этому. Я Лерочке хотела подарить подарок. На самом деле надо идти к своей мечте. Дайте мне тоже. Проект был очень тяжелым. И сначала мы думали, что чувство удовлетворения наступит, когда соберем средства на первую комнату. Собрали на четыре, провели в День защиты детей трехчасовой телемарафон, сделали нашим героям долгожданные подарки. Но напряжение не отпускало. Мне кажется, это было здорово. Но в то же время, наверное, на каком-то этапе хотелось продолжения, да. Но хватило ли у нас ресурсов на это все? Сил. Сил. Потом казалось, ну вот, откроем творческие мастерские, и чувство выполненного долга придет. Но и этого не случилось. Сережа Потоцкий, когда мы последний раз туда приезжали, в общем-то, открывать комнату, он стоит, и мне почему-то показалось, что он сам был несколько со слезами на глазах. Он стоит такой, смотрит на нас. Мы когда номерами телефонов обменялись, он сказал, все, вы не приедете больше. Я говорю, да ладно, с чего ты взял, Сережа? Да нет, я знаю, что вы не приедете. Вы сделали свою работу, все так делают. И вы не приедете больше. Не хотелось ему говорить, что это не так. Он сам сказал, он назвучил вот это все. Мне кажется, что у них у всех на устах, когда к ним приезжают. Они знают, что мы приедем все, помашем им, нас снимут, мы привезем и довольны уедем с чувствами выполненного долга. Да, им, может быть, хочется просто, чтобы с ними сели, поговорили. Наверное, слишком короткой была та весна. Кто-то вновь ждет своего чуда, кто-то вновь хочет тепла. А мы вновь бежим по своим делам, решаем свои проблемы и от какой-то беспомощности остаемся холодными к чужим мечтам. Если бы вот такую идеальную, может быть, утопическую картинку представить, что это акция, она стала постоянной. Не только на нашем телеканале. Что-то в этом мире изменится. Мы бы стали, да мы бы жить лучше стали, если бы брать глобально, в глобальном смысле. Я думаю, что через маленькие шаги нашей поступки и то, чем больше мы будем свой вот этот мир расширять, мы тоже станем богаче. Мы станем богаче на эмоции, мы станем богаче на какие-то наши поступки, возможно. Но это уже, да, это такая утопия, наверное, все-таки по большей части. Хочется к ней идти. И пусть акция «Благотворим» стала всего лишь первым шагом на этом пути, но он сделан. И в канун Нового года мы решили вновь встретиться с нашими героями, нашими друзьями. Побывали в гостях у маленькой мастерицы из Кировского интерната – Даши Коваленко. Ребенок подрос, все идет своим чередом, умеет помочь одеться, умеет помочь заправить кровать, умыться, выйти на прогулку со своими девочками. То есть для нас это было очень-очень важно. И как только мы это заметили, мы решили перевести ее в следующую группу для детки более старшей. Мы вновь увидели с Лерой, которая полгода назад готовилась выступить на конкурсе в качестве модельера и получила в подарок швейную машинку. Я все время шла на ручной машине, как бы для меня электрическая машина это была новая, как бы практика была. Вот, и я научилась, это все сделала, как бы обшила. Но на конкурс сама я туда не попала, потому что я попала в больницу, я заболела. И там была другая девочка, Геля, она показывала мою коллекцию, которую я шла. Ну, я показала, и вот результат третьего места, ну, да, в принципе, достойное место. Самый сложный разговор состоялся с Алимом Балкаровым и Сережей Потоцким. Один закончил, другой заканчивает коррекционную школу. И, к сожалению, с таким образованием эти талантливые ребята ограничены в своем профессиональном выборе. В Омской области существует всего три учреждения, куда могут пойти учиться эти дети. Ну, нам надо пройти очень долгий путь. Сначала наша школа направляет в училище, это обязательно. Потом, после училища, мы поступаем в вечернюю школу. Ну, это пожелание, кто хочет, кто не хочет. Потом я хочу поступить в колледж культуры и искусства на художника фармите. Знаете, из-за таких обстоятельств я хорошо подумал, надо ли Алим не верить. Ну, как бы пришлось задуматься. Потому что я уже, нет, я бился, бился, ну, так. Ну, короче, а толку из этого не вышло. После того, как Алим не смог поступить в колледж культуры, он практически перестал рисовать. Прервал занятия по графическому дизайну. Он по-прежнему живет во взрослом психоневрологическом интернате. Судьба, которой не миновать каждому выпускнику Кировского детского дома, если в жизни не встретится свой отец Антоний. Конечно, как и все, вот тут размышляем, хорошо это или плохо, что дали надежду. Я думаю, все-таки это хорошо. Возможно, это надежда и подпитает ту любовь, которая в нем сидит. И, может быть, из этого вот маленького ростка любви вырастет цветок. Все зачеркнуть и все начать сначала, как будто это первая весна. Весна, когда на гребне наскачала хмельная океанская волна. Мы не хотим никого обвинять. Нам просто кажется, что любовь нельзя характеризовать статистикой. Столько детей выпустилось, все поступили. Важно куда, важно зачем. Не общие цифры. Важна каждая судьба, каждая жизнь, невосполнимая потеря. И хочется верить, что эта телевизионная акция дала надежду на то, что солнце может светить ярче, а наши души могут быть теплее. Что наш кораблик не прибился к берегу, а пустился в свободное плавание. В добрый путь, в добрый час светят звезды для нас. Над тобой, надо мной, парус детства светной. В добрый путь, в добрый час светят звезды для нас. Над тобой, надо мной Парус детства Парус детства Парус детства цветной Вслед за путеводной звездою Поплывем по морю чудес Новые таланты откроем Возведем дворцы до небес Создадим страну озаренья Где весна творит зубный год Пусть всегда гора в верхновенья Лихо-крылые птицы плывет Лихо-крылые птицы плывет В добрый путь, в добрый час Светят звезды для нас Над тобой, надо мной Парус детства цветной Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин